аэродромолтеслагерь 16 февраля 2022 года это взлетно-посадочная полоса мы со стороны за спиной хранилища топливо авиационное а так кадры через решеточки через тут забор там высотка а за спиной я уже сказал хранилища топливо авиационное сейчас мы развернемся вот развернулись настоящее время здесь парк солнечных батарей вдоль дорожки велосипедные на которой мы находимся вырезаются старые деревья которые вот после ветров тут попадали санитарная очистка да вокруг вот здесь все солнечные батареи в ту сторону прямо там уже нидерстердорф вот дорога пошла там будет перекресток вот так прямо если мы пойдем или поедем и схитримся но из лагеря это для ориентира там же долине так вот здесь ветерок и дождь намеревался ехать совсем другое место приходится ворачиваться насколько дождь начался но чтобы зря не ехать назад мы сделаем видео с этого места и дождь по небольшой но он есть присутствует под ширость видно что блестит все кое-что капает тут видно что точно мы на велосипеде как уже поняли времени начало единства сделаем еще пару фотографий там где дежурной звеной истребителей находилась территория там где музей остановимся и за ветром поедем локас лагерь здесь высотка вон там проглядывается сейчас мы выйдем тут забор кончится пристанавливается ух ты ромаза как же она увеличит в перчатках я не поддается будем увеличивать полянка можно сказать проводится здесь всякого рода мероприятия фестивали праздники какие-то гуляни вот за последнее время два года последних нет ничего не проводится пандемия коронавируса все таки способствует тому чтобы ничего не проводить вот мы выехали уже на дорога которая пошла на рядом дорога с правой стороны на алтыш лагерь направо на недерждерждорф вот высотка вон там дождь идем а мы скирдуем а вчерашним днем мы были с вами форцина и мы успели хорошую солнечную погоду сделать несколько видов форцина уже последний видеоролик когда мы делали завершающих уже солнце уходило я все это волна то чтобы чтобы дождь не пошел чтобы домой доехать без дождя да дождь не пошел на это было предвестник дождя ночью был дождь не вышли прямо сейчас он идет утром он прекратился я выскочил от снова начался по прогнозу он был но мы знаем как верить как нож и вот это с правой стороны да все которые тут объекты были хранилища на территории хранилища на все на то и вот здесь парк солнечных батарей вообще ничего нет все снято дальше туда через дорогу там есть еще насосная станция как а вот таком месте в ангаре жадель и не подходила всего этого нет деревья вот обижаются санитарная очистка весна рядом весна сейчас 6 градусов тепла обещает сегодня 11 мы посмотрим вот дорожка прошла бетонная как раз там это это в сторону дорожка и площадка краж где было вот тут это все это хозяйство гсм склад здесь пустырь и потихоньку подъезжаем территории где было дежурную звено истребителей вот здесь эта площадочка вот осталось элементы хорошо кажется дождь прекратился что радует кто-то из участников группы говорит да действительно здесь было звено истребителей кто-то говорит нет в другом месте было с моего все правы видимо было в разное время разное место расположения этого этого подразделения дежурного звена истребителей в настоящее время здесь находится небольшой музей хозяин музея тут хозяина частная собственность здесь он живет там в следующем ангаре оборудовал себе квартиру там жилой дом вертолет тут стоит и другие объекты которые мы с вами видели не один раз мы здесь были ходили смотрели вспоминали вот здесь написано 833 и 833 вот звено здесь размещалось хорошо что мы не забоялись и делаем видео, по-моему заканчиваются люди трампант здесь вот на вечной стоянке лекция позывной это же здесь протесты рассказывают жители против шума моторов слева ничего нет до самой территории где высотка тут несколько ангаров еще есть используются как складские помещения складские мы едем по велосипедной дорожке вот здесь все уже тоже пустырь вот здесь вот в холме стояла радиолокационная станция локаторы были видимо тут был не один локатор извините и вот все пусто 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 до самого защищенного или заглубленного командового пункта вот здесь вот тоже для холмики вот здесь находится на глубине там сколько метров не могу сказать два этажа под землей два яруса не помню были мы там у нас есть фото видео есть вот именно здесь вот как раз заглубленный объект да я уже сказал что вчерашним днем было замечательно солнечная погода сегодня вот не очень замечательно но тем не менее мы не робшими делаем то что намеревались сделать в другом месте выходить вот тут был как раз этот заглубленный объект время не поладинства подходит к этому дождь все таки идет налево дорожка пойдет сейчас туда в сторону той же высотки когда минуя караульное помещение там будет вправо тут все тоже пусто 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 нет никаких объектов до самых ангаров которые вон уже проглядываются с левой стороны вот велосипедная дорожка мы сюда не едем будет против ветра здесь покрытие такое же как на взлетно-посадочной полосе такие же бетонные плиты дорога сейчас автомобильная тоже уже говорил что она идет в сторону Нидерсдердорф эта улица также называется Нидерсдердорфер аллея где-то там мы увидим еще наверное название будет улицы с правой стороны нет ничего там же долиня проходит которая идет направо ютурбок налево через желтый слагерь другие населенные пункты станции на Берлин какие объекты здесь были а их было они тут были и уже их нет давно Нидерсдердорфер аллея вот улица так называется освещение присутствует ночью все это тут освещается улица и вот эти ангары которых мы неоднократно посещали проезжали ходили здесь линия пошла ЖД была линия вот где-то осаждение зеленое лесопосадка за ветром хорошо хорошо ехать напрягаться не надо дочь капает вот начинается сразу желтый зеленое снагарь указывает указатель вот и вот эти ангары попробуем попробуем проехать вон хотя мы тут ездили неоднократно нет не поедем мы посмотрим ух тормоза это все сырые колодки вот дерево тоже видимо определили что оно старенькое не стали ждать когда она упадет да я уже заикался говорил говорил что это санитарная очистка подрезается удаляется сюда въезда нет есть вон расслабили шпалы можно заехать мы оглянулись мы проедем и здесь мы по улице пройдем там где музей Барбара Халли сейчас находится четвертому городку какие объекты здесь были их нет я знаю что они здесь были карта карта есть есть фотографии фотографии есть с самолета 1953 года многие объекты видны которые сейчас вот за спиной не существуют рядом же долиния проходит вот тут вон там она ЖД и дальше если перешагнуть там уже будет на углу деревня Шули сейчас это вот здесь тропинка вот она есть сейчас мы увидим тропинку тропинка туда можно через ЖД перейти и туда в Шули Гаштет туда в том числе Гаштет у Ослика или Ослик здесь мы были с вами летом проезжали ну и сейчас проедем сейчас все-таки поменьше растительности листовы нет кое-что можем увидеть то что не увидим летний период а сегодня 16 февраля 2022 года здесь есть таблички внимание запрещено вот тут лес 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 нет ни одного объекта до самого до самого четвертого города дождь дождь не кончается нет по подожде уедем надо дождь небольшой он есть туда прямо направо болтыслагер а прямо и налево туда на территорию аэродрома там где мы тоже этот вот аэродром это аэродром вот с левой стороны мы покидаем ангары дорогу пересекаем мы едем вот это когда там птички слышали и мы сюда поедем барбара век на улице называется вот она барбар ух тормоза птички слышны слева и справа лесной массив нет ни одного объекта нет жидолений никаких это животное тут покопались рылись дикие животные снос этих объектов которые вот с правой стороны происходил уже после 2000 года слышно было тут шум треск ломали тут все сносилось но я не обращал внимания не было ни камеры ни желания съемки никакой это тут видимо была же долиния тут проходила вот тут только бордюр остался и туда она пошла там в ту сторону там где был санчасть где детский сад почта все вот здесь было там дальше узел связи заглубленного на сейчас там есть здание там была лда радиостанция мы тут остановились дорожка пошла сюда вправо там выиска охотничьи для охотничьи 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 угодья там же долине и тут вот жилой сектор ну чтобы животные не забывались чтобы знали свое место в лесу чтобы сюда не выходили охотники регулируют их поголовье численность поголовья мы оттуда едем скоро каштаны будут распускаться слева справа аллейка каштаны да скоро в мае что тут до мая осталось уже скоро март апрель там уже лет можно сказать пережили мы зиму с левой стороны небольшой полигон который относится к территории музейного комплекса вот тут музей он проглядывается один из складов войсковой части вот вот это относились склады или групповые склады или да по-моему так сейчас одно здание сохранилось и вот это уже дорожку мы тоже знаем что это такое как скрипит еще на дорогу туда пошла там она заканчивается там вышка там их подкармливают животных вот здесь подаем цистерна с водой за забором уже есть этот музей бар барахали также не проводятся сейчас мероприятия никакие закрыт для посещения причине пандемии коронавируса это все молодой лес вот этот склад который сейчас музей довольно довольно много интересных экспонатов были не один раз фотографии довольно много видео здесь въезд будет сейчас машина пройдет дальше поедем вот здесь в этом здании который жилой дом белого кирпича цвета это был шаб в этой участке дальше здание караульного помещения караульной службы вот мы оттуда едем с вами в маратру штаб здесь размещался это жилой дом был дом офицеров дом задос был все это жилые дома в настоящее время и четвертый городок прям водоем который здесь был уже его нет вот тут засыпали разровняли вот здесь был водоем за забором там полянка зеленая и четвертый городок направо там жиде линия можно было перейти туда в сторону шестого городка через жиде здесь территория облагораживается что-то построено будет видимо вот здесь в этих домах да живут люди это жилые дома социальные службы размещаются в некоторых ну по аллейке поехали на выход впереди будет Кашкалин аллея ну прежде будет с правой стороны магазин овощной вот розоватого цвета магазин военторга и на углу там товарный наверное он был или как он назывался это жилые дома они ранее были жены автобусная остановка налево дом офицеров и дальше к аэродрому на Кашкалин аллее минуя КПП вот здесь было КПП с левой стороны вот видишь что дождь идет дождь идет а мы следуем горжок летчиков надеюсь нам не залило объектив и мы сделали видео более-менее приемлемый вот виды что нахит капли с левой стороны здание школы вот прямо в центре это здесь было КПП сейчас жилой дом проглядывается дом летчиков или летный дом городок летчиков магазин мы проезжаем вот здесь был еще лет 5-6 назад вагоны стояли кто помнит отель был были очевидцами установки этих вагонов как и очевидцами демонтажа когда их увозили это не пошло что-то тут владельцев это городок летчиков дом этот в процессе реставрации половина два подъезда уже заселены два еще нет ну вот мы завершаем отъедем кпп войсковой части 42 030 который вот слева будет поскольку там где мы проезжали ангары там была их вотчина с аэродрома мне кажется логично будет там завершить это вот городок летчиков здесь гаражи с правой стороны уже территория в котором на которой за забором будет объект стратегический объект да кафе кафе офицерское так называют название официального я не могу сказать а неофициально собака почему-то вот так в обиходе было и потихоньку мы подъехали кпп пожарная часть это ранее была она сейчас и вот здесь въезд был на территорию забор это как раз отделяет воинскую часть прямо туда на скоблон дальше вот здесь было кпп поисковой части строгоны 30 и как раз мы вложились в отведенное время прямо где пешеходы идут туда пешеходный переезд пережили уйдем туда а это кпп и пожарная часть вон там кпп извините что перчатка сниму величин задергался это закончится уже у нас завершаем наше видео всем все доброе до свидания до новых встреч отведенное время заканчивается дождь продолжается и мы сделали видео в ту сторону на роддро мы оттуда приехали что-то продолжается мне что-то 33 наверное минуты будет дождь секунд 20 есть я дергался перчатку хоть и тепло все равно руты мерзнут дождь болтислагерь 16 16 февраля вот здесь как раз с левой стороны стадион а здесь вот кафе офицерское все до свидания как раз мы уложились с левой стороны